привет друзья с вами вами я продолжаю проходить а языка и я не уверен на кого я хочу поиграть я почти ничего не сделал за магдалину за кайна за его общения не сделал из-за самсона лазарус ну и лосс естественно я даже сердце не убил лазарус наверное за него меньше всего но за самсона столько же но я не хочу играть за самсона эти лазарус слегка интересен он начинает с одним респауном при респауне он тратит всю свою жизнь он остается с одним сердцем по моему с половиной сердца респаунится но максимум всего одно это был плохой идеей но при респауне он получает пару бонусов и в принципе наверное неплохой идеей было бы умереть сразу хотя в принципе нет я не буду этого делать потому что я получил повышение жизни если бы таблетка была не повышением жизни то я бы наверное умер сразу же и играл воскрешенным лазарусом потому что он немножко круче у него на 20 процентов выше урона множец у него больше скорости у него больше дальности у него больше удачи по моему так и плюс у него аниме как предмет то есть когда я получаю урон за мной остается кровавый след который дамажит врагов это конечно не такой уж хороший предмет но лучше чем ничего зачем я это делаю у меня не пройден босс раш так что нужно немножко спешить пытаться но все зависит от того что я найду то есть если у меня не будет достаточно хорошего оружия то естественно ну оружие предметов то естественно я с этим ничего не смогу сделать босс рашем опять же если бы таблетка была не повышением жизни я бы просто самолвился сразу же каких-нибудь врагов там или на шипах на этих вот которые слева наверное просто более хорошей идеей было бы просто не использовать таблетку до того как я самолвюсь потому что когда у меня единицы жизни плохие таблетки некоторые становятся хорошими и это это можно использовать то есть понижение жизни стало бы повышением жизни например у монстром на вал юзабельный предмет который создает какого-нибудь союзника на одну комнату рандомного нотей это один из способов получить ачивки за полностью собранного мид боя и как ее зовут пластерную девочку эту потому что он может создавать куб мяса или шар пластерей я не уверен что раздела вообще возможно он может создавать этих сумманов которые активируются при получении урона и ничего не подобное ясно нет не похоже она вообще ничего не сделала я не понимаю ну ладно допустим в общем смысл в том что если получить какой-нибудь такой сетап который позволит вам бесконечно использовать один предмет но активный предмет в одной и той же комнате то можно просто на создавать миллион всяких сумманов и когда-нибудь вы создадите себе четыре куба мяса или четыре шар пластерей получите ачивки таким способом ну проще естественно их просто нормально получить не знаю почему я так плохо играю сегодня и получаю столько урона ну ладно не важно дальность не помогает ну ладно что поделать но для того чтобы таким образом получить эти ачивки то нужно естественно получить какой-то способ бесконечно перезаряжать предмет не выходя из комнаты потому что стандартный способ бесконечно перезаряжать предмет не выходя из комнаты это скапулор и как называется шапка это монашеска которая позволяет мне заряжать предмет при получении урона скапулор он дает одно синее сердце когда у меня остается половина красного но он срабатывает один раз за комнату так что чтобы бесконечно использовать предмет нужно перезаходить в комнату что не работает потому что моно мои будут исчезать от этого я бы не помешала бомба мне также не помешало не получать урон потому что эти призелку сделала вам не получу но что поделать я получу ее в следующий раз возможно посмотрим ладно это взрывающийся чемпион или нет постоянно путаю в цветах но по крайней мере не взрывающийся при первой фазе ладно не хочу его вблизи убивать потому что возможно это взрывающийся чемпион да действительно ключ это хорошо нет ключ это не очень хорошо потому что мне их и так много и если бы у меня не было ключей то ключ это было бы хорошо потому что мне нужно чем-то открывать комнату с предметом на этом уровне у меня и так три ключа было так что не то что мне нужно ей бомба это на самом деле хорошо даже две бомбы потому что здесь есть секретный камень я его буду ломать после босса потому что я уже получал урон на этом уровне так что сделку сделал я скорее всего не получу даже если не получу урон на боссе то есть шанс есть но маленький достаточно так что лучше я унесу с собой синий сердце на следующий уровень если там синий сердце в этом камне я могу его взорвать конечно же сразу просто не подбирать синие сердце наверное это более хорошая идея потому что может выпасть камень который повышает мой урон то может быть еще что странный гриб толстый понижает скорость чуть-чуть повышает урон 0 3 по моему повышение урона и дает одно незаполненное сердце и здесь два синих сердца в принципе пойду я сначала цена нет я зря пришел сюда здесь еще один камень это неплохо сундук у меня достаточно ключей так что я открою его и я камеша дерьмо мне не очень нужно поскольку здесь два сердца я подберу их оба сразу мне будет лень сюда возвращаться потом что мы со временем 6 минут долго это мне не интересно это мне слегка интересно у меня не дом и на этот раз она засумонила стивена который стреляет сомноводящимися выстрелами неплохо сомноводящиеся выстрелы полезнее чем не сомноводящиеся потому что они чаще попадают естественно достаточно логично что они чаще попадают да блин я постоянно не могу уворачиваться от монстры нормально довольно часто чтобы уворачиваться от него нужно просто стоять на месте игнорировать его я пытаюсь куда-то двигаться это мне не помогает делал я все равно получил два ключа плюс удачи мне не нужно столько ключей и я не знаю что это за предмет так что не буду их брать очевидно возможно я получу комнату ангел на следующем уровне на следующем вряд ли но на одном из следующих уровней ладно возможно мне стоило взять просто так просто чтобы узнать что это чтобы у меня много жизни так что я не сильно пострадаю от того что я потрачу там два сердца даже если я получу что-то не очень полезно но с другой стороны я могу получить что-то совсем плохое типа духа и кошки которая убавит всю мою жизнь до одного сердца но в этом случае я могу купить все остальное ну или еще одно что-нибудь по крайней мере понижение скорострельности это хреново у меня и так проблемы с дпс некоторые принципе отсюда лучше я получаю дропы из дрема часто потому что у меня камевшее дерьмо но мне лень это все уничтожать это слишком долго я пытаюсь попасть на бассаж чарм это не так уж плохо то есть иногда я буду переманивать врагов на свою сторону они будут пытаться убивать других врагов в основном это выражается в том что они смогут наносить урон другим врагам они все еще могут наносить урон мне и могут меня убить и вообще все тому подобное ну что поделать бэттрип таблетка естественно не очень хорошая убавляет мою жизнь но дамажит меня на 1 хитпоинт но если у меня останется одно красное сердце то она станет таблетки полной жизни так что в этом плане это не так уж плохо окей о нет ладно один из них убил себя на блин скорее всего я получу достаточно денег в этой комнате чтобы зайти в магазин или синее сердце тоже вариант но все равно заглянул магазин просто чтобы знать что там мне это не очень нужно так что я засуну сюда сколько засунется и пойду дальше в принципе оставлю 5 и возможно куплю синее сердце я сомневаюсь что я куплю синее сердце потому что нам не очень нужно возможно мне стоит чаще использовать мой активный предмет я его как бы оставляю на боссов но он может в обычных комнатах помочь в принципе пока что не попадаются особенно сложный обычный комнат так что это не так уж критично здесь я был бы рад но тогда мне на боссы не останется ненавижу этих врагов окей мега толстяк окей это не так уж плохо урона конечно почти не наносит этот лазер но хотя бы им попадать легко не падаем я даже не на кого лучше было бы получить в качестве суммона на одну комнату мясной клуб или шарпово стрелять всегда хорошо потому что они довольно большой урон наносит при контакте плюс они блокируют выстрелы но кроме этого я не знаю может ли она создать вот вот ножниц эффект когда ну нет вряд ли потому что эффект от ножниц это это не суммон а блин когда у меня голова отрубается и тело остается бегать и наносит безумный урон всему окей естественно нет сделки сделаем потому что я получил кучу урона скорость выстрелов плюс одна карта бессмысленная пойду отсюда потому что надо было все таки вернуться синим сердцем но я не хочу тратить время на это если у меня было две бомбы был бы рад но мне нет двух бомб так что я не рад потому что 9 грибов взорвать двумя бомбами ну в принципе не так уж выгодно иногда бывает комната где можно 8 грибов одной бомбы взорвать по моему как минимум точно бывает где можно 6 на этом уровне сделки делом тоже не будет точно двое уровне где можно 6 грибов одной бомбы взорвать по моему бывает где 8 окей мне интересно что я здесь увижу ничего хорошего ладно я не хочу тратить последние два ключа один из последних двух ключей на это в этой комнате можно взорвать 6 по моему одной бомбой или как минимум 4 точно можно так что 9 двумя бомбами как-то не очень хорошо звучит ну умри уже спасибо сердце ключ и две нужных мне комнатах я не думаю что мне что-то из этого нужно бомбы я куплю потому что у меня их нет и машина сломалась и это фиговина скопала когда я когда у меня остается половинка красного сердца я получаю повинка или одно в общем любом случае когда у меня очень мало жизни остается отдает мне синее сердце насколько я помню работает только если у меня всего половинка сердца остается то есть независимо ну то есть не независимо от того есть у меня синие ли это именно что мне должно быть синих я ненавижу этих врагов и слишком толстая они еще и из меня деньги выкидывают урона нет совсем не хватает 1 выстрел на пауков на четвертом уровне так как можно вообще я не знаю что мне тут делать с таким уровнем который у меня если я не могу их быстро убить то они меня зажимают так что не могу увернуться от всего наверное вот это стоило сделать пораньше но это не сильно поможет привет смерти но теперь у меня чуть-чуть больше урона но это мне не поможет потому что я сразу же умру окей еще разок на этот раз я сначала умру и потом буду что-то еще делать окей я воскресаю с одним полным сердцем мне казалось с половинкой но кофе у меня повышена скорость у меня повышен урон на 20 процентов как множитель то есть я теперь дамаговичем айзек при тех же предметах скорость еще выше я не уверен что она мне нужна и у меня повышена дальность и удача точнее удача у меня по моему изначально была минус 1 а теперь ноль по моему так в общем умирать вас за всем полезно но я остаюсь одним сердцем окей эта проблема в том плане что я могу очень легко умереть на первом уровне ну или на втором уровне в общем пока я не получу больше жизни но зато если я получу больше жизни то все будет очень даже неплохо секретных камней нет удивительно я не пойду к боссу я здесь есть секретный камень я хочу сначала найти предмет естественно синее сердце это хорошо я наверное подберу его сразу просто чтобы меня не убило что-нибудь там какой-нибудь чемпион с одного ммм уровень замкнут и на еждаке комнаты паучья задница замедляет врагов плюс совсем совсем слегка их дамажит всех врагов в комнате дамага возможно хватит чтобы убить каких-нибудь мух но в общем его очень мало секретка должна быть здесь здесь по моему нет или я криво поставил видимо криво поставил ненавижу большие комнаты по-моему это не замедлил потому что он был под землей ну ладно возможно его это и не задамажил потому что он был под землей но в любом случае это не такой уж плохой предмет но есть более хорошая пока что пусть будет окей да блин когда-нибудь я по нему попаду да и этого ему хватит дамаг плюс дальность на из одного глаза и дальности дамаг то есть да по-моему довольно много дамага но только на половине выстрелов естественно потому что только из одного глаза это секретный камень но у меня нет бомб окей надо запомнить что он здесь нерастя это еще и чемпион который носит полное сердце урона ну я вернусь за секретным камнем потому что я не хочу с одним сердцем здесь существовать это конечно мне не улучшит ситуацию с сердцами но это повышение урона так что я не против окей мне нужны две бомбы чтобы туда добраться мне нужен ключ чтобы туда добраться и мне ничего нет это печально но хотя бы у меня есть урон урон это уже достаточно хорошо главное теперь не убить себя вот таким вот пауком бомба мне не поможет хотя возможно она мне поможет найти секретку карта удвоение бомб тоже мне не сильно поможет да блин когда нибудь я по нему попаду да давайте ключ срочно да ура достаточно нет 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 очевидного места для секретки потому что она ни сверху ни снизу не может быть от той комнаты что справа от меня окей это наверное получше и сейчас я на бойсе покажу что она делает хотя возможно я уже показывал что она делает да я понятия не имею где может быть секретка так что я не буду проверять блайт от овум вот что она делает суммунит ракетный удар это был первый уровень нет это был второй уровень почему а я получил дело окей три бомбы плюс черное сердце и это крампус крампус почти всегда по моему спаунится когда у меня одно сердце и не заряжен предмет но у меня всегда не заряжен предмет потому что я обычно использую предмет свой на боссе у черт он начинает двигаться раньше чем у него пропадает лазер он меня задамажил исключительно из за этого то есть я стоял на месте в безопасности он начал двигаться и задамажил меня своим лазером в принципе я вернусь и открою во первых я удалю свои бомбы не знаю я зря это сделал но я вернусь и открою тот сундук который был в самой первой комнате потому что он может быть чем-то хорошим нет я передумал я за сюда пришел конечно но это мой последний ключ в этом проблема зато я открою эту комнату потому что у меня бомб хватает и здесь я могу себе восстановить жизнь во первых но это мне не нужно потому что у меня и так жизнь полная если так вот ткнуться в кровать это восстановит жизнь и по моему активный предмет перезарядит и так же я могу сюда прийти но это мне не нужно я по моему уже подбирал этот предмет на всякий случай я все равно спущусь и подберу это активный предмет который позволяет в одной комнате уничтожить все камни или не все камни в общем я могу я уверен скорее всего он не ломает вот эти вот такие да такие стены но если я сейчас подойду к камню к какому-нибудь вплотную и ткну его то он уничтожится довольно бесполезно с перезарядкой в 3 комнаты и отсутствием какого-либо применения на боссах или во всяких подобных местах то есть у меня 6 бомб мне скорее всего хватит 6 бомб чтобы уничтожить все камни которые я хотел бы когда-либо уничтожить ну ладно на всякий случай нет естественно окей у меня все еще одно сердце и это очень печально но у меня очень много урона что здесь в принципе возможно и эта комната меня убьет вау почему я не получил урон при этом в комнате с проклятием я естественно не могу зайти потому что она меня просто убьет тем что я в нее зайду и выйду ау окей сделку сделаем я не получу но это не так уж важно я ненавижу комнаты с этими вот турелями такими которые непрерывно стреляют в одну и ту же сторону полная жизнь это мне дало всего лишь половина сердца так что это не очень выгодно но мне нужно сейчас половина сердца установить эти головы стреляют с манаводящимися выстрелами но у них ограничена дальность так что я могу их издалека расстрелять без проблем эти стреляют бомбами у них тоже ограничена дальность ключ был бы вовремя если у меня не было одного но в любом случае пригодится не уязвим с на короткое время я могу зайти в комнату с проклятием с этим но у меня нет нигде ладно если где не дропнется половинка сердца или целое сердце я сделаю это потому что я не хочу после этого оставаться с половиной сердца то есть да я могу зайти туда бесплатно я не могу выйти обратно бесплатно нет окей у меня всего один ключ я могу потратить свой один ключ чтобы получить еще один ключ но я почему то не думаю что это такая уж хорошая идея хотя нет это хорошая идея это всегда стоит делать по той простой причине что в этих замках иногда бывают предметы ну монетки но все равно это хоть что то окей и окей половинка сердца есть это полная жизнь не помогает в данной ситуации ну ладно посмотрим что я найду в комнате проклятием а почему они сразу не берутся я найду там трех пауков ну ладно это не так уж плохо могло бы быть хуже пауки наносят двойной мой урон я не уверен считается ли для них ну то есть учитывается ли что у меня каждый второй выстрел наносит увеличенный урон возможно да возможно у них там 50 процентов шанс нанести двойной урон юрди дженер войну жизни одной ракетой окей ракеты помогают сделку сделаю мне все равно получил каким то образом и повышение жизни урона это хорошо и я хочу буду ли я ну а хрен с ним козлиная голова позволяет мне получать сделки с делом на каждом уровне гарантированно проблема в том что у меня одно сердце остается секретка либо здесь да либо слева от комнаты с предметом должна была быть много таблеток полной жизни в одном ране разных таблеток полной жизни окей мать ничего хорошего ну ладно все довольно печально в плане жизни зато все очень хорошо с уроном и так же у меня много разных таблеток полной жизни ну одна из них это полная жизнь другая это бета-трип который дамажит меня но поскольку у меня всего всего одно сердце она не может задамажить меня потому что это меня убьет и и поэтому она восстанавливает мне жизнь ну хоть что-то ладно сначала сюда сначала сюда но эта комната довольно безопасно так что это нормально эта комната в принципе тоже довольно безопасно ну я могу словить какой-нибудь рандомный выстрел конечно но все-таки но все-таки снова полная жизнь секретка нет удивительно эта комната немножко опасно хотя если я далеко то это не должно быть проблемой они выстреливают во все стороны при смерти проблема не в том что они выстреливают а в том что здесь еще есть шипы нет спасибо я не хочу сражаться с двумя госами ради такого и эта таблетка повышение дальности не очень мне помогает у меня и так очень хорошая дальность ну стой теперь знаю где все секретки к сожалению это последняя моя бомба и к сожалению это бесполезная секретка окей все печально иногда и такие раны бывают когда мне дропается весь урон который существует в игре но мне не дропается ничего что повышает мою жизнь окей окей я убиваю их с одного по крайней мере сильными выстрелами да мне сейчас нужно как можно больше всего я не пытаюсь уже попасть на босс раш потому что я не доживу до него если я буду спешить да это именно то что я хотел здесь увидеть окей и окей и белая таблетка тоже полная жизнь а это бет трип окей и это босс мне хватает денег на магазин если я еще одну монетку где-то достану и мне есть где ее достать так что я хотя бы посмотрю что там там жадность естественно и он естественно у меня попадет я не умею такого тройного выстрела нормально уворачиваться я всегда попадаю под боковые если уворачиваюсь от центрального надо бы его ракету в него запустить это бы помогло ну ладно это поможет может быть эта фиговина довольно часто дропает синие сердца но у меня она почему-то вообще ничего не дропает на нее не влияет удача по крайней мере раньше не влияла сейчас не знаю ну раньше это в этой игре но в старых версиях руна вижен открывает всю карту наверное так всю карту на следующем уровне мне пригодится открыть обезьянья лапа дает мне дропает рядом со мной ой блин мне надо было это использовать могу ли я это использовать так дропает рядом со мной черное сердце когда я да когда у меня остается всего половина красного сердца ну или половина какого-либо сердца я мог бы это использовать в том плане что я мог бы три три черных сердца наспаунить таким образом и потом их все собрать чад недостаточно мощно увы ну чад это легкий босс правда он дропнет с себя и мне он не нужен совершенно я подберу конечно потому что я не могу его зареролить но все таки это суммон который время от времени дропает красные сердца каждые три по моему комнаты окей синее сердца нет и нет дьявол за что ну нет полная карта ценнее ну ладно я мог бы вернуться еще два цента потратить на ту фиговину но хрен с ней я примем карту здесь и все очень далеко от всего ну я не пойду в сторону второй секретки и магазина а нет окей но я пойду в сторону первой секретки босса и предметов а ненависть ну хотя бы в этой игре секреты не закрываются если в общем не закрываются в принципе потому что в оригинальном языке они закрывались если выйти из комнаты это было очень хреново да блин я ненавижу уберинт я совсем ненавижу уберинт почему иногда он попадается и просто ничего не делает весь весь этаж а иногда вот так вот каждый раз меня куда-то каждый раз меня куда-нибудь телепортирует нет мне не нужно твое сердце мне нужно вот это вот синее сердце и justice это тоже пригодится поединички всего я сразу же потрачу бомбу здесь ничего с этого не получу но все таки окей да блин я его сдвинул на себя или он просто начал стрелять и потом сдвинулся или я каким-то образом почему я не сразу получил урон ясно я применю сразу чтобы бесплатно подобрать вот это звезды телепорт в предмет на следующем уровне здесь у меня и так до него две комнаты ключ это интересно открывается двери это вполне интересно ну ладно побегаю с ключом я не уверен стал ли он лучше из первой части потому что в первой части он открывал только те двери которые просто так открываются то есть я мог бы его применить вот здесь вот например нажать сейчас пробел и открыть выход вправо и выход вниз по-моему здесь он открывает вообще все двери в комнате включая те которые заперты на ключи на два ключа которые секретки и вообще все то есть он просто открывает все выходы из комнаты при использовании по-моему так но я могу ошибаться ну это первый раз когда я его нашел так что хотя он его знает окей то есть я могу его сейчас применить чтобы открыть выход к боссу не проходя эту комнату но ценнее он будет наверное чтобы открывать всякие там комнаты с предметами и секретки если он их открывает опять же посмотрим еще одно удвоение бомб пока что я не буду ее применять и пока что я лабиринт в этом плане мешает но пока что я хочу вернуться взять ракету и ее использовать на боссе не знаю в принципе у меня хватает ключей так что наверное я не буду даже ключ с собой брать и просто оставлю себе ракету потому что она очень помогает мне на боссах и ладно я удвою сразу же свои бомбы потому что я хочу звезды с собой на следующий уровень перенести локи войны жизни окей ау и почти еще одно попадание готов а я не могу туда попасть игра какого черта ну ладно если бы это были синие сердца ну ладно повышение урона плюс страх и все да я хочу заглянуть сюда вполне да я не зря это сделал и так же я хочу вот это вот сделать да да 10 реролит врагов мне кажется ракета будет более полезна ну ладно хотя бы применю в один раз чёрт я не могу забраться в центр мне придется бомбу тратить на это в общем оно меняет врагов на других рандомных врагов веселье заключается в том что оно не учитывает на каком я уровне то есть я могу применять Д10 на самом первом уровне в первом подвале и получить врагов откуда-нибудь там из не знаю из сундука и так же его можно применять в каждой комнате в принципе ради веселья я оставлю Д10 да ракета очень мощная очень мне помогает но она не очень веселая я ее использую один раз за за уровень практически всегда на бойся а так я могу например рыцарь из реролить во что-нибудь более адекватное чёрт не успел сдвинуть естественно я не буду реролить очень легких врагов это плохая идея мне нравится что оно реролит и вот эти вот чёрт эти фиговины которые шипастые катаются и дамажит меня мне это кажется очень неплохой идеей я могу на спавне себе немножко чёрных сердец два конкретно и так же я могу взорвать это и это ничего из этого не получить хорошего дьявол да обезьянья лапа она исчезает после после трех использований то есть она создает три сердца и исчезает после этого увы да я уже не успеваю на босс раш но хрен с ним я успеваю сюда наверное проще было бы открыть ключом потому что бомб у меня ограниченное количество ключей много но хрен с ним хамблинг бандл обязательно и синее сердце я тоже куплю потому что у меня проблемы с жизнью и возможно я смогу ещё сюда вернуться и закинуть немножко денег может быть и нет посмотрим дьявол плюс два урона на одну комнату тот же эффект что книга беляла не даёт гарантированную сделку с дьяволом вроде как у тебя она сломалась сразу же это хорошо мне не придется возвращаться плюс два урона это на данном этапе довольно мало то есть у меня сейчас наверное там 10 может быть урона но с другой стороны плюс два это 20 процентов если у меня 10 возможно у меня больше возможно у меня меньше я понятия не имею сколько у меня урона окей окей идеально было бы взорвать взрывающуюся муху над секретным камнем но это идеально да и это у меня даже получилось это рыцарь да это рыцарь идти нафиг рыцари окей на боссов естественно рерол не работает я не могу реролить боссов в других боссов и в обычных врагов я могу реролить врагов которых с ума нет босса но это обычно плохая идея потому что обычно босса с ума нет что-нибудь не очень сложно сомненный магнит притягивает ко мне деньги лучше чем ничего наверное а уже нога чиз нет это не то что я хотел сделать вот это то что я хотел сделать чиз реален хотя у меня недостаточно урона для чиза чуть ближе да ну чиз все равно реален я удивлен что это кстати не пофиксили все еще ну хотя конечно тут проблема с тем что враги существуют и мешают хорошо что я в самом начале боя случайно применил д10 потому что я бы вполне возможно применил его случайно например сейчас и получил более сложных врагов это было бы не идеально мне нужно за лазарусов все пройти кроме сердца правильно и я бы предпочел идти в соборы к айзеку гимпи хочу ли я оказаться без без синих сердцев вообще не ради без красных сердцев в смысле вообще не ради гимпи точно возможно хочу но нет гимпи при получении урона иногда дропает синее сердце и это бы съела мое белое сердце по моему я выбрал неправильно куда идти я ненавижу этих врагов они слишком скорострельные ну нафиг дайте мне что-нибудь более адекватно это немножко более адекватно это по крайней мере не спамит настолько массово повышение скорости ну допустим оно мне не очень нужно у меня хватает скорости ладно эти чуваки себя сами убьют есть чуваки легкие хотя живучие у меня должно быть много урона не знаю почему они такие живучие эти чуваки тоже легкие но они меня все равно задамажит ненависть по моему я даже до сердца не дойду денег у меня нет жизнь я не готов тратить это тоже не сложные враги полная жизнь ну это даст мне одно сердце максимум окей я не уверен почему я не получил урона в этом всем и в этом всем но эта комната довольно ужасно с этим чемпионом который оставляет за собой дамажащий след на земле бета-трип это тоже полная жизнь в принципе у них эффект абсолютно одинаковый будет потому что я не буду применять бета-трип до того как я получил урон а когда я получил урон и то и другое и другое восстановит меня по одному красному сердцу в итоге окей д10 в принципе полезная штука а раньше с этими врагами был баг что каждый сегмент считался за врага и если я реролю ну если я зареролю их д10 то это создаст миллион врагов не знаю пофиксили это или нет проверять сейчас мне не хочется когда-нибудь в более имбовом ране возможно секретка спаси меня чёрт я надеюсь особо взорвать и не взорвать чувака чувак может спасти меня если он мне выдаст там за три-четыре ключа что-нибудь ну умри 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 ну хотя бы куча денег и две бомбы я с этого получил ну одну бомбу потому что одну я потратил но это было не очень хорошо заряжаются ли руки да и одна из них заряжается прямо на мне отличная идея руки не стоит реролить потому что когда они не на экране они непонятно где и они вполне могут быть прямо надо мной и я получаю урон из-за этого полной жизни я сейчас не буду использовать потому что смысла нет в этой комнате ничто не может меня задамажить я вполне могу просто после ее прохождения подобрать два красных сердца которые здесь ну или я просто мог бы вернуться и подобрать одного полное красное сердце где-нибудь где-нибудь а я идет я не то нажал ну пофиг у меня есть еще одна полная жизнь которая бетрип постоянно путаю какую кнопку у меня же для предмета какую для карты или таблетки ну ладно я пробегу еще раз через весь уровень чтобы вернуться к этой таблетке которая на другом конце уровня потому что я случайно сожрал свою сейчас путать кнопки это плохая идея потому что я задамажу себя если я 7b3 пока у меня есть жизнь чёрт окей я не люблю эти глаза когда вокруг них можно полные круги нарезать они очень легкие и си нафиг такое редко бывает окей вилка небольшой шанс восстановить жизнь при убийстве врага по моему так идите нафиг стало немножко получше глаз бы скорее всего меня задамажил здесь меня ничего не задамажит ну или возможно это хреновина спаунит десять тысяч стреляющих мух и они меня задамажит тоже вариант я не люблю этих врагов хотя это и более легких вариант но я не уверен что я могу увернуться от разброса из пяти выстрелов в комнате в которой шипы на полу совсем не уверен дайте мне что-нибудь это все бессмысленно это меня совсем не спасает надо 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 сразу это сделать полтора полтора сердца или два нет разницы на этих уровнях конкурс естественно все я труп я не смогу его убить особенно учитывая что я просто не увернулся от его первого выстрела хотя если у него будет дальше работать страх и он будет часто прокатся то я возможно смогу его убить потому что когда он под страхом он ничего не делает но также проблема в том что меня не спасет его убийство потому что он дропнет хрень потому что он всегда дропает хрень потому что он дропает гарантированно свою лошадь которая не помогает дьявол меня тоже не спасет потому что да хотя возможно дьявол меня спасет посмотрим как минимум мне нужно сначала два этих сердца подобрать Потому что если я их не подберу, то я умру, когда я подберу Бримстоун. Тут нет секретного камня. Там может быть, в теории, секретный камень. Бримстоунный полет. Или Бримстоунный Д10. Наверное, полет это более хороший вариант. Ладно. У меня все еще нифига нет жизни. Надо поискать секретные камни. Я их ненавижу здесь искать, потому что я не знаю, как они здесь выглядят. Ну, я примерно знаю, как они здесь выглядят. Но в любом случае. Они могут меня спасти. Потому что двух сердец мне не хватит. И это однозначно. Камней, видимо, не существует. Так, здесь есть камни. И я не вижу секретных. Тут нет камней. Тут нет камней. Нигде нет камней. Да, это хорошая идея, кстати. Тут нет камней. Секретных. Но я могу скормить ему. Немножко денег. Получить что-то из этого. Он довольно часто дропает повышение жизни. Или, например, бесполезную хрень. Эта игра меня ненавидит. Ну, у меня есть полет. Так что я могу еще этого покормить. Это сердце. Оно мне не помогает. Это карта. Она мне тоже не помогает. Хотя... Это лучше, чем та таблетка, которая у меня есть. И это повышение жизни. Оно мне помогает. Императрица это... Я вот не путаю. Да, Императрица это проклятие на одну комнату. Да, блин. Плюс немножко урона и плюс немножко скорости. По-моему, что-то типа там плюс полтора урона. Или плюс три. Я не помню. Я даже не помню, что лучше Дьявол или Императрица. В плане прибавки урона. Но в любом случае, это неплохо. Это карта, которая повышает мой урон. Ну ладно. Возможно, меня это все спасет. Вряд ли, но возможно. Если у меня будет много синих сердец дропаться, то... Может быть, что-то из этого выйдет. Или если я буду особенно хорошо играть. Чего, естественно, никогда не случится. Но Бримсон очень читерский. Так что он вполне может меня спасти. Окей. И окей. Это красное сердце. Но это этот чат дропнул. Это куча денег, которые мне не нужны. Окей. Это очень легкий босс. По-моему, не в своей изначальной фазе, но все-таки. Секретных камней я не вижу. Да. Это не синие сердца. Сойдет в комнату с проклятием я не пойду. Если я не смогу найти какой-нибудь телепорт. Секретные камни, секретные камни. Я не вижу их. Окей. В такой ситуации глаза очень легкие, конечно же, потому что я могу их просто облететь. Секретных камней я опять не вижу вроде как. Возможно, вот этот вот. А, нет. Вот этот вот. Да. Окей. И босс. Ладно. У меня четыре сердца, у меня полет, у меня бримстоун и у меня императрица, которую я не буду применять на этом боссе. Хм. Надо подумать. Наверное, нет. Потому что я хочу все-таки дальше пройти. И мне и так хватает урона вроде как. Окей. А, почему вниз? Обычно в другую сторону. Окей. У дьявола, естественно, только проход ниже на следующий уровень. Секреток не существует на этом уровне, видимо, по крайней мере. На том пути, по которому я прошел. Ну, собор. Собор чуть-чуть легче Ада, по-моему. И Айзек чуть-чуть легче Сатаны. В оригинальном Айзеке Айзек был сложнее Сатаны. Но это не оригинальный Айзек, это ребёрт. Здесь Айзек легче. А грипп мне больше поможет, чем магнит. Магнит притягивает ко мне деньги, но я летаю, так что я и так могу собрать абсолютно любые деньги, которые где-либо спаунятся. На уровне. А грипп может мне урон повысить, например. Или скорострельность, или скорость. Или дать мне компас на одну комнату. Тоже очень неплохой вариант. Окей. Синий должен тропнуть? Да, должен тропнуть синее сердце. Отлично. У меня ещё есть шанс. Я взрываю, чтобы взорвать вот этот вот кувшин. Из них никогда не падает ничего, что мне бы сейчас помогло, но всё-таки. Иногда что-то падает. Деньги обычно. Окей. Двойнее ключей не помогает. Это тоже не помогает. Давайте волшебный грипп. Нет, это не то, что мне нужно. Это не волшебный грипп. Ну, безголовый всадник в каждой комнате это не так уж плохо, потому что он довольно лёгкий. Что здесь? Ничего хорошего. Окей. Мне не нужно ничего хорошего. Мне нужно что-нибудь хорошее. Зачем я сюда зашёл? Ну, хотя я не знал, что эта комната тупиковая. Но я предполагал, потому что над секреткой ничего нет. Я знал, что над секреткой ничего нет. Но эта комната могла бы вести ровно вверх, конечно. Я могу просто сидеть на камне. И это работает. Вот эти вот фиговины, это самые опасные враги на этом уровне. Потому что они взрываются при смерти. И они чарджатся на меня. И взрываются при касании. Окей. Это лёгкая комната, на удивление. Я не ожидал, что эта большая комната будет такой лёгкой. Секретных камней нет. Вейп форм это очень большой буст скорости выстрелов. У меня бесконечная скорость выстрелов, потому что бреймстон. Что? Я не ожидал, что он перестанет чарджиться. И поэтому я ушёл в сторону. Иначе я бы его добил. Это не сложно. По два выстрела на каждую. Ещё одна большая комната. И тоже довольно лёгкая. Комната с проклятием. Стоит ли в неё заходить? Я не уверен. Стоит заходить сюда. И это мне не помогает абсолютно никак. Эти мухи при смерти выстреливают бомбой. Не такая уж серьёзная проблема. Бет-3 пощё один, который мне вообще никак не помогает. Потому что у меня всего одно сердце. Я нашёл босса, и это Монстр 2. Монстр 2 неприятен. Пау, его снова можно ломать? Или это мне везёт? Нет, его нельзя ломать. В оригинальной мазике можно было просто оставить его постоянно спамить лазером. И никогда не прыгать. И он был очень лёгким боссом. Ладно, хрен с ним. 3 или 4 сердца, это не такая уж большая разница. Так что я загляну сюда, возможно... Возможно, эта комната меня спасёт. Я даже не буду рисковать. Я поставлю 2 бомбы, чтобы это всё взорвать. Должно сработать. Нет. Нет. Нет, чардж не помогает выбраться без урона. Почему там ни одного синим сердца не дропнулось? Ни из сундука, ни из этих 4 костров. Нигде больше на этом уровне не было костров. Я зайду к мини-боссу. Вот что я сделаю. Мини-боссы достаточно лёгкие, чтобы я его, скорее всего, без получения урона в таком сетапе убил. Да, глад, они очень лёгкие, и он может дропнуть повышение жизни. Он этого не сделает, но может. Ну и почему бы не дропройти этот уровень, я не знаю. Скорее всего, это меня убьёт. Или нет. Это меня не убьёт. Это мне не поможет ничем, но и не убьёт. Окей, я полностью прошёл собор. Кроме комнаты с битвой, но туда я совсем не хочу идти. Там намного больше шансов получить урон, чем получить жизнь. Так, это я применю. Я очень вряд ли смогу его убить. И если даже я смогу его убить, я очень вряд ли смогу... Ммм, да, всё правильно. Я очень вряд ли смогу что-то сделать с сундуком. Окей. Ну, блин, я не понимаю эти лазеры. Каким образом они работают. Потому что они иногда не задевают в самом углу, иногда они задевают в самом углу. Как сейчас, например. Никогда не понимаю, куда от них нужно уворачиваться. У них есть какой-то паттерн, но, блин... Я не знаю. Но, в любом случае, это было почти хорошо. Если бы он не спамил так массовые лазеры, которые задевают в самый угол, то я бы его добил. И, возможно, сундук спас бы меня. Там, из четырёх стартовых предметов я, возможно, что-то получил бы, чтобы дало мне какое-то количество жизней и позволило бы играть дальше. Но, увы. Но, в любом случае, это был довольно хороший ран. Это был довольно весёлый ран. И у меня всегда не хватало жизни, но всего остального всегда хватало. Обычно всё наоборот. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока.